в этом видео мы посмотрим в чем различие между стандартным и urp hdrp рендер пайплайном и вкратце рассмотрим вообще как отрисовываются изображения для начала давайте перейдем в frame debugger и посмотрим вообще из чего строится кадр то есть один кадр строится из данных последовательности давайте нажмем enable у нас построился кадр из 1700 кусков грубо говоря 1700 действий произошло чтобы построить вот этот кадр и представьте что ваша игра запускается скоростью 30 или 60 fps то есть кадров в секунду и движку нужно сделать все эти действия то есть давайте рассмотрим первый кадр у нас ничего второй кадр у нас строится mesh дерева но мы его не видим и так дальше строятся другие mesh вот здесь можем посмотреть shader properties например ну давайте посмотрим в ускоренном мы посмотрим как у нас рисуются разные mesh пока они не рисуются они строятся после этого происходит отрисовка других карт скажем так после этого строится уже сам сам ландшафт скажем так после этого добавляются например тени освещение в данном случае пока деревья добавились трава начала добавляться вот это называется грубо говоря стандартный pipeline то есть в unity изначально задали порядок отрисовки различных объектов и мы не могли это поменять мы могли повлиять на различные скажем варианты отрисовки но не последовательность например мы могли повлиять наш shader а там и шайдерами деформирует например различные объекты то есть мы могли повлиять на то как будет отрисоваться но не в какой последовательности. И Unity добавили возможность влиять на именно последовательность отрисовки, назвав это, например, универсальным рендер-пайплайном или high-definition рендер-пайплайном для более производительных устройств. Вот. Окей. Надеюсь, это стало более понятно. Давайте посмотрим на картинку. И здесь показано, что у нас, например, есть какие-то данные, например, текстуры, объекты. Далее, каждый из этих объектов имеет, например, матрицу точек, каких-то информации о цветах и тому подобное. Вот. И здесь написано, что это, например, шейдер. Что такое шейдер? На самом деле все просто. Шейдер это как бы программа, но для видеокарты. То есть, банально, не обычная программа, а программа для видеокарты, которая говорит, как нужно отрисовать объект, из чего он должен состоять, ну и далее все параметры шейдера. Окей. Давайте рассмотрим порядок отрисовки шейдера. Сначала получается вертексный шейдер. То есть, он принимает информацию об этих вертексах. После этого он переводит это все в триангул. То есть, в треугольники. Он банально соединяет эти точки линиями. Да, то есть, так называемые треугольники, когда мы их считаем, например, в игре. Вот. После этого происходит растеризация этих всех объектов. После этого фрагментным шейдером заполняются информация о цвете, например, объекта. И у нас получается уже что-то дальше. Окей. Что мы можем сделать? Мы можем, например, написать вертексный шейдер. То есть, у нас есть, например, модель куба. Мы один раз ее сделали, и дальше на нее не влияем. Или, например, модель или текстура травы. Но как написать шейдер, чтобы заставить колыхаться эту траву от ветров банального? Вот. Все, что мы можем сделать уже после, мы можем повлиять на отрисовку этого объекта. То есть, у нас модель не меняется. Мы не передвигаем как-то ее там состояние, но мы можем влиять на ее вертексы. Мы можем написать шейдер, который будет смещать позицию этих точек, и когда будут рисоваться линии, они будут рисоваться, например, дальше, если точка дальше. То есть, грубо говоря, таким образом мы можем сделать движение травы, банально смещая эти вертексы. Можем написать фрагментный шейдер, который уже будет там с дальнейшей отрисовкой работать. То есть, мы можем написать различные шейдеры, и, надеюсь, это уже стало чуть более понятно. Давайте вернемся к URP HDRP и перейдем в другой проект. Представьте, что вы хотите перейти со стандартного на, например, URP. Загружаете проект, и у вас такое зрелище, когда все рисуется розовым, это значит, что Unity не смогла сконвертировать стандартный, скажем так, материал в новый шейдер. То есть, когда Unity сделали новые возможности отрисовки URP HDRP, они сделали другой порядок отрисовки, и, скажем, другой порядок не подходит под старые шейдера. Поэтому нужно их конвертировать. И первое, что мы можем сделать, давайте рассмотрим. Во-первых, есть, например, до 2021 года Unity, вернее, версии Unity, возможность перейти в Editor, по-моему, Rendering Materials, и здесь было Upgrade to URP или HDRP Materials. Вот. После 2021 года Unity сделала, вернее, версии 2021 и выше, сделала возможность конвертировать материалы более удобным способом. Ну, то есть, первое, что мы можем сделать, это в старых версиях просто апгрейднуть до стандартных материалов, то есть, стандартные до URP. А в новой версии нам нужно перейти в Rendering, перейти в Render Pipeline Converter, и у нас есть такое удобное меню. Давайте выберем здесь Build into URP. Далее у нас есть Render Settings. Например, мы можем конвертировать старые настройки рендера под новые, но нам это не нужно в данном случае. Далее есть Material Upgrade. Мы можем выбрать галочку. Пока что. Далее есть анимационные клипы, если они были построены по старому. Например, их нужно конвертировать. Мы тоже можем их выделить. Редоинд для Materials можем выделить. И давайте нажмем Initialize Converters. В данном случае у нас Unity обнаружит все материалы, которые мы можем конвертировать. на самом деле полностью все конвертировать не получится, скорее всего. Вот. Окей, здесь выделились какие-то материалы Redondly, а здесь выделились остальные материалы. Вот. И давайте нажмем Convert Assets. После конвертации мы видим, что удалось конвертировать 3 материала, а 20 не удалось конвертировать. То же самое здесь. У нас здесь все конвертировались. Окей. Уже лучше, уже что-то конвертировалось. А, оно еще на HDRP. А, это HDR. Окей. Так. Но как же нам конвертировать остальное? На самом деле единственный способ, который мы можем сделать, это взять и поставить здесь стандартный рендер. Вернее, стандартный материал. Вот. Он не поддерживается в URP. И после этого, после того, как мы поставим стандартный, мы сможем конвертировать через Converter стандартный материал. Но что при этом теряется? При этом теряется, например, настройка вся, которая здесь есть. У нас только останется текстура, грубо говоря, может цвет. А все остальные параметры, которые были написаны под старый шейдер, они потеряются. Поэтому единственный выход в этом случае написать новый шейдер. Вот. Возможно, есть какие-то другие способы, но я их не знаю. Ну, потому что, как бы, единственный вариант написать новый шейдер. Окей. Давайте попробуем поставить на всех остальных материалах стандартный шейдер. Мы потеряем все, что касается правильной работы того шейдера. Окей. Давайте еще нажмем. А, у нас итак выбраны все материалы. Окей. И давайте еще раз выберем, посмотрим. Так. Build-in, Material Upgrade, Nishalize, Convert. И у нас успех 14 дополнительных материалов, а 6 так и не удалось конвертировать, потому что они... у них декаль. Возможно, что-то с этим не так происходит при конвертации. но уже немного лучше. Вот. Мы видим, что трава уже не конвертировалась, или деревья. Mesh не конвертировался правильно, потому что нужно писать свой шейдер. И придется брать, открывать, создавать, скажем так, новый шейдер. Но часть мы смогли конвертировать. Надеюсь, это было немножко более полезно и интересно. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok